Всем привет! Меня зовут Виктория, и я специалист по эфирным маслам компании Ромашка. Сегодня мы поговорим о том, можно ли использовать эфирные масла как парфюм. И ответ сразу вам дам. Конечно, можно. Изначально парфюм создавался на основе натуральных ингредиентов, эфирных масел. Инфузор – это масляная вытяжка, и тинктур – это спиртовая вытяжка. Сегодня парфюмерные дома редко используют натуральные ингредиенты, то есть эфирные масла, так как это очень дорого и очень сложно. Синтетические молекулы развязали парфюмерам руки, так как не нужно выращивать цветочные поля, не нужно о них заботиться. Вот тебе амбра, вот тебе арбуз, все очень просто. А настоящие эфиры сейчас будут звучать для неподготовленного носа странно и необычно. Из них очень сложно сделать привычную композицию для носа. Но настоящие эфирные масла – это не просто духи, они не только приятно пахнут. Они также могут поддерживать наше национальное состояние. И восстанавливать его, давать нам хорошее настроение. И это все благодаря эфирным маслам. А теперь поговорим о том, какие эфирные масла использовать вместо духов. Иланг-иланг – сладкое, цветочное, томное, дает нам попасть в эту тропическую небу. Очень долгоиграющее и яркое. Также считается афродизиаком. И вполне его достаточно одной капли на 5 мл основы. Абсолют Джасмина. Именно Абсолют, потому что он может передать тот самый многогранный, интересный, этот яркий запах, который может быть также и нежным, и женственным. Вербена. Цитрусовая, свежая, такая немного цветочная, потому что она в целом напоминает леденцы в сочетании с таким легким цветочным ароматом. Кстати, считалось, что это трава любви, и кельтские жрецы использовали ее для приготовления любого напитка. А также вербену использовали для того, чтобы усмирять гнев и негатив. Пачули. Глубокий шлейфовый аромат. Напоминает осеннюю листву с металлической ноткой. Он давно приклянулся парфюмерам. Он напоминает нам о роскоши, потому что индийские купцы клали в дорогие ткани листья пачули. От моли, конечно, но в итоге именно дорогие ткани пахли листьями пачули. И теперь пачули связывают с таким запахом роскоши. И, конечно же, роза. Это такой самый известный, самый красивый и благородный запах. О нем не нужно много рассказывать. И в эфирном масле розы 440 компонентов, представляете себе. Поэтому, если вы его наносите себе на кожу, то можно очень долго наблюдать, как роза раскрывается новыми нотами. Как пользоваться эфирными маслами вместо парфюма? Можно использовать аромакулон и капнуть туда эфирные масла. Можно воспользоваться бижутерией специальной, то есть это браслеты и кольца. Или сразу же наносить на кожу. Но не забывайте про то, что эфирные масла без растворения мы на кожу не наносим ни в коем случае, потому что так можно получить ожог. Базой хорошо послужат спирт плюс вода, растительное масло, воск, эмолент, циклометикон. Концентрация подбирается индивидуально от 5 до 20%. Сейчас я вам покажу один из рецептов удачных композиций эфирных масел. Продолжение следует... Способ применения наносить за ухом, между ключицами, на запястья, на локтевые сгибы. А теперь сочетания, которые вкусно пахнут, сейчас появятся на экране. Лемонграсс или вербена плюс имбирь. Ромашка римская плюс лидзея. Почули плюс сандал. Бергамот плюс ветивер. Кстати, идеально подойдет для мужского парфюма. Лавр плюс фрагония. Иланг-иланг плюс мира. И лимон плюс мир. Эти сочетания невероятно красиво раскрываются. Они очень вкусно пахнут. И в целом вы можете вообще экспериментировать, добавлять другие эфирные масла, создавать другие смеси. Главное помнить про структуру. Базовая нота, средняя нота и верхняя нота. Парфюм из эфирных масел для мужчин. Раньше, кстати, не было вообще никакого разделения между мужскими и женскими парфюмами. Был полный унисекс. Главное, чтобы вкусно пахло. Это сейчас у нас есть разделение между мужскими и женскими парфюмами. И, кстати, это играет нам на пользу, потому что некоторые парфюмы для женщин могут помочь раскрыть женскую энергию, а мужские парфюмы раскрыть мужскую энергию, добавить им силы, спокойствие. Для мужчин хорошо подойдут вот такие ароматы. Древесные, как символ духовной силы и спокойствия. Хвойные эфирные масла будут транслировать стойкость и лидерство. Специи согреют и добавят чувственности. А цитрусовые эфирные масла помогут окунуться в свои мысли и как раз-таки настроиться на успешный диалог. И вот какой рецепт мужского парфюма из эфирных масел может быть. Парфюм из эфирных масел для женщин. Женские ароматы обычно нежнее и слаще. Именно поэтому для женщин хорошо подойдут цветочные ароматы, которые добавят легкости. Цитрусовые, которые добавят яркости и праздности. Древесные ароматы заземляют и дают уверенности в себе. А травянистые и специи добавляют этот чувственный акцент. И для женского парфюма можно тоже попробовать вот такой цепь. Из заключения хочется сказать, что на самом деле создавать духи из эфирных масел не так-то уж и просто. Потому что не сразу у вас может все получиться. Не сразу может получиться тот аромат, который вы хотите. Но самое главное, экспериментируйте. Ведь именно духи из эфирных масел могут раскрыть вашу женскую энергию. Могут поднять вам настроение. И поэтому процесс создания духов из эфирных масел стоит того. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok